Здравствуйте! Вы смотрите Те еще новости на Медиа-Информ. Счастливое детство зачастую зависит не только от семьи, в которой растут дети. Немалую роль в этом играет и окружение улиц, парки, школы и спортивная инфраструктура. Хоть сейчас страна и переживает не самые лучшие времена, в нашем городе уделяют внимание созданию условий для развития детей. Вот и сегодня в этом был сделан очередной шаг. Конечно же, насколько счастливое детство будет у ребенка во многом зависит от благосостояния родителей. А учитывая текущее положение дел, далеко не все мамы могут дать своим чадам то, чего им бы хотелось. Но в мэрии понимают, что несмотря на трудности, решать проблемы необходимо. И в городе должны быть детские и спортивные площадки, а учебные заведения необходимо ремонтировать. Да и в целом должны быть программы по поддержке малообеспеченных семей. И сегодня Геннадий Труханов предпринял очередной шаг в этом направлении, встретившись с представителями ЮНЕСКО. ЮНЕСКО у нас складывается очень хорошее, переструктивное отношение. Именно при поддержке этой организации мы открыли первый в Украине центр регулированных состанций. Сегодня наше взаимодействие почувствовали тысячи, десятки тысяч, которые получили помощь впервые. Итогом встречи стало подписание меморандума о взаимодействии в рамках инициативы «Громада дружественная к детям и молодежи». Для Одессы подписание меморандума означает получение методологической и организационно-технической поддержки со стороны ЮНЕСКО в вопросах молодежи. Но важно понимать, что это лишь первый шаг на пути к получению официального статуса участника программы. Процесс получения официального статуса имеет четкую процедуру. Сначала проводится ситуационный анализ положения детей и молодежи в обществе, после чего принимается конкретный план действий для создания безопасной и комфортной среды для жизни и развития детей. Обычно подобные начинания в Одессе доводятся до логичного завершения. И вряд ли этот раз станет исключением. Так что уже очень скоро в городе появится новая инфраструктура для детей, что не может не радовать. Столбы пыли и развалины. На пятой станции Большого фонтана пошло под снос двухэтажное здание, относящееся к поселку Самопомощь. Дома стояли здесь уже целый век. Вначале служили для семей военных офицеров, профессоров и банкиров. Потом стали приютом для сирот, детским лагерем и школой. Зеленая зона возле старинных особняков, которая скрывается от глаз прохожих за заборами, всегда была гордостью жителей. Здесь можно было провести время в спокойной и уютной атмосфере. Что теперь будет на этом месте, пока непонятно. Но, судя по всему, некоторое время одесситам придется полюбоваться развалинами. В начале июля на улице Маяковского поселилась скульптура пушинки. Но простояла она недолго – всего 18 дней. В 4 часа утра в понедельник ее похитил неизвестный. Личность злоумышленника устанавливают. Ну а пока автор проекта и скульптор думают о том, как вернуть горожанам котов. С начала лета – это уже второй случай похищения гипсового кота в Одессе. Сначала был Марис, а теперь и Пушинка. То ли нездоровая любовь к котам толкает злоумышленников на кражи, то ли странное желание наживы. Ведь они стилизованы под бронзу, хотя на самом деле сделаны из полиэфира и по сути к ценам не относятся. Авторы проекта пока расстроены, но уже отшучиваются. Кошка уехала на IT-конференцию обучаться новым тонкостям работы с гаджетами. И в скором времени вернется. Мы должны придумать более твердые какие-то конструкции, хотя уже, я не знаю, разве что в ядро земли как бы вкручиваться. Но какое-то время это, да, будет. Надеюсь, что желание сделать город красивее, просто пересилит идиотов, которые в этом присутствуют. Ну, что мы можем сделать? То есть, дай бог, как бы эти коты будут восстановлены, другие будут сделаны. Не будем верить в то, что люди будут все-таки понемножку становиться лучше. И несмотря на неприятности, с которыми столкнулись авторы, опускать руки никто не собирается. Даже наоборот. Сейчас рассматриваются все возможные варианты охраны скульптур в будущем. Возможно, это будет громкая сигнализация, возможно, GPS-навигатор. И Марис с Пушинкой, конечно же, станут первыми обладателями новых приспособлений. Я когда разрабатывала этот проект, у меня, кстати, один из пунктов был о том, что я вообще хотела, чтобы эти кошки располагались не в зоне доступа человека. Повыше. Деревья, высота домов, карнизы. Но теряется очень важная составляющая тактильного контакта человека со скульптурой. Несмотря на неприятности, связанные с кражами композиции, авторы проекта уверяют, арт-объекта в нашем городе будет становиться все больше и больше. Ведь горожанам они понравились. Ну а пока не придумали, как обезопасить скульптуру, одесситов просят не оставаться равнодушными и присмотреть за котами. Уже очень скоро проезд по Преображенской будет открыт. На сегодняшний день уже выполнены работы на участке от улицы Пастера до улицы Елисоветинской. На завершающей стадии находится еще один квартал до Софиевской. Уже уложены трамвайные пути, обновлена дорожная часть, установлены новые опоры освещения и контактной трамвайной сети. Обновлены все инженерные коммуникации. Также выполнен капремонт тротуаров с укладкой тактильной плитки и обустройством пандусов. Контактная сеть установлена 100%. Сейчас трамвайщики должны пройтись по контактной сети, проверить, нет ли где-то веток пообрезать, и будем пускать трамвай на прогонку. Можно сказать, завершение 99%. Осталось буквально два дня для того, чтобы закончить работы по тротуарам, нанести разметку и навести порядок. Администрация США не рассматривает возможную поддержку референдума на востоке Украины. Такой референдум был бы нелегитимным. Мы продолжаем поддерживать минские соглашения как способ урегулирования конфликта на Донбассе, заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Ноерт. Мировые новости. Далее. Власти США поддерживают официальный Киев в намерении противодействовать проекту «Северный поток-2», который предусматривает строительство газопровода для транзита российского ресурса в ЕС мимо Украины. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон. После чемпионата мира по футболу в Российской Федерации осталось несколько тысяч болельщиков из стран миграционного риска. В связи с этим в ближайшее время ожидается переправка больших групп нелегалов в Украину из России, которые в последующем попробуют перебраться в Евросоюз. Google пересмотрит политику лицензирования Android после того, как Евросоюз оштрафовал корпорацию на 4 миллиарда евро. Глава компании Сундар Пичай заявил, что поисковой агент сделает Android платным для всех. Компаниям придется платить Google за лицензию мобильной операционной системы, что моментально отразится на подорожании гаджетов. Но, по мнению Евросоюза, Google своей бесплатной политикой стал монополистом на рынке, что нарушает европейское законодательство. Американские конгрессмены приняли решение продлить запрет на сотрудничество Пентагона и Минобороны России. В отчете РФ названо конкурентом США. Информация о ней содержится в разделе о новых угрозах. Утверждается, что Россия нарушила договоры о контроле над вооружениями, расширила и модернизировала свой ядерный арсенал, а также провела испытания средств противокосмической обороны. В связи с этим в проекте бюджета указана необходимость обеспечить гибкость стратегическим партнерам и союзникам для перехода от использования российского вооружения к американскому. Вопрос дня. Господин Путин на встрече с Трампом заявил, что проведение референдума в Крыму о присоединении к России соответствовало всем международным нормам и статусу ООН. Каким образом может соответствовать проведение такого референдума на чужой территории? Современную молодежь сегодня гораздо реже можно увидеть с книгой, но при этом заявлять, что читают они меньше, чем раньше, однозначно не стоит. Зачастую многие получают информацию с экранов различных гаджетов, хоть есть и те, кому ничто не заменит обычные книги. И уже в этот четверг для них начнется настоящий праздник. В Одессе вновь стартует книжный фестиваль «Зеленая волна». 26 июля стартует 22-й международный книжный фестиваль «Зеленая волна», в рамках которого будет проведено более 70 различных мероприятий. В целом же эти четыре дня ровно столько будет проходить фестиваль, можно назвать настоящим праздником для любителей книг и тех, кому нравится, как они красиво стоят на полке, украшая интерьер. И в отличие от многих других фестивалей, цены здесь будут не завышены, а совсем наоборот. Каждое издательство, когда готовится к выставке, они делают специальные акции. То есть, и вот уже мы получили информацию от наших участников, что действительно на выставке стоимость книг будет, скажем так, специальная. Есть специальная цена, которая ниже, чем в магазинах, она ниже, чем у нас на книжке. И поэтому те люди, которые любят читать, которые специально приходят с чемоданами на «Зеленую волну», такие действительно есть, их можно увидеть, они будут приятно удивлены. Хоть «Зеленая волна» и пользуется немалой популярностью, главная ее цель – увеличить количество людей, которые скрашивают свой досуг за чтением. И организаторы убеждены, что книги любят все, вне зависимости от возраста и пола. Так что запланировано множество мероприятий на любой вкус и для любой аудитории. Это действительно превращается в огромный культурологический проект, который включает в себя массу интересных встреч, мастер-классов, знакомств, открытых чтений, концертных программ, экранизации литературных произведений, конкурсов взрослых и детских, всевозможных викторийных розыгрышей. Я даже не могу перечислить всего того, что включает в себя проект под названием «Зеленая волна». Исходя из опыта, «Зеленая волна» – это событие, которое не стоит пропускать, даже если вы не особо любите читать. Во-первых, вам здесь приведут несчетное число аргументов о том, что вам пора пересмотреть свои взгляды. А даже если вы не согласитесь, у вас будет масса вариантов для веселого времяпрепровождения в большой компании. Так что, как говорится, ловите волну. Те вещи, которые мы привыкли называть мусором, для некоторых людей являются источником вдохновения. Из старых пуговок и кнопок художники создают картины. Из фольги и ниток делаются игрушки. Ну а одессит Евгений Хлебников решил дать вторую жизнь крышкам от пластиковых бутылок. И у него получилась довольно интересная вещь. В летнем театре Гурсада презентовали скамейку из вторсырья. На создание необычного изделия у мастера ушло две недели и 24 тысячи пластиковых крышек. Вот только установят эту необычную вещь, к сожалению, в Киеве, где даже место под нее подобрали в одном из парков, а не в Одессе. Уже в ближайшее время ее увезут. Но автор проекта уверяет, уже очень скоро обзавестись такой мебелью смогут все желающие. Производство уже налажено, а плюсов у материала немало. Что сделать, чтобы много пластика направить на создание одного объекта? И родилась идея у нас с Димой Докуновым. Лавочки, скамейки для парков, потому что это альтернатива деревянной парковой мебели. Долговечный материал, стрессоустойчивый, ну и устойчивый к погодным условиям. Евгений Хлебников признается, у него была мечта остановить загрязнение планеты пластиковыми отходами. Теперь он, как никогда, близок к цели. Хоть на небольшой территории это можно сделать. В своей мастерской он создает самые разные изделия из пластика. Это посуда, разнообразная емкость, игрушки, украшения, кухонные принадлежности, абажуры и картины. Прекрасное можно увидеть даже в обычных крышечках. А неординарного художника вдохновляет игра света. Главное это не останавливаться в работе, ведь материала более чем достаточно. Сходил в лес с сыном, увидел, что много пластика и задал себе вопрос, что я могу сделать в этой ситуации. Как я могу повлиять на то, что видит мой сын сейчас и повлиять на то, что будут видеть мои внуки потом. Обычно люди не обращают внимания, сколько мусора оставляют после себя и как это влияет на нашу планету. Но вторую жизнь можно дать многим вещам. Нужно только подключить воображение. И возможно это сделает Землю немножечко чище. И пример Евгения Хлебникова тому подтверждение. Июль месяц богат на фестивали, а один из них просто космос. Старфест, организованный университетом имени Мечникова, приглашает всех желающих на экскурсию по звездному небу и прослушивание космической музыки. А если этого будет мало, то сможете построить ракету. Правда небольшую. Приурочили это все к событию, которое происходит раз в 130 лет. 27 июля ходить с высоко поднятой головой можно и даже нужно. Ведь как только стемнеет, вы сможете наблюдать самое длинное полное лунное затмение. В совокупности это небесное явление будет длиться около часа и 43 минут. Но частичное затмение до и после полной фазы будет длиться час и 6 минут. При этом Луна во время затмения перекрасится в кровавый пугающий цвет. В то же время в поле зрения появится ярко-красная звезда. Из-за редкости такого астрономического события ученые назвали это противостояние Марса Великим. Происходит оно раз в 15 лет. И в это время планета к нам как никогда близка. Такое, я бы сказал, блестящее событие, накануне которой мы с вами находимся, они стоят внимания, стоят наше понимание того, в каком мире мы с вами живем. И надо сказать, что они достаточно редкие. Вот совпадение таких событий в одномомоментно, в один и тот же день случается раз в 130 лет. Такое масштабное для всего мира событие не могли оставить без внимания и в нашей обсерватории. Поэтому в ОНО имени Мечникова решили познакомить всех желающих поближе со звездным миром и организовать Стартфест. В рамках которого все желающие смогут понаблюдать за уникальным явлением через телескоп. Да еще и задать ведущим астрономам вопросы о Вселенной и послушать всевозможные лекции. Которые запланированы с 24 по 28 июля. Лекции мы решили сделать не какими-то жесткими по тематике, а сделать максимально широкими. То, что будет интересно публике, мы будем об этом и рассказывать. У нас такая возможность есть. Фестиваль будет интересен как взрослым, так и детям. Специально для малышей организаторы приготовили космически интересные мероприятия. Интерактивную сказку, уроки рисования и самое главное – ракетостроение. Привлечь внимание одесситов, в особенности тех, кто младше 20 лет, по крайней мере, начиная с 5-6. Для того, чтобы показать, что в мире, кроме гаджетов, есть еще очень много интересных вещей, связанных с наукой, с космосом, с событиями, которые формируют нас как граждан и как людей. Да и любителям гороскопов будет что почитать по такому поводу. Ведь астрологи говорят, что лунное затмение всегда влияет на все знаки зодиака, а тут оно еще и вместе с Марсом. Так что найти занятие себе по душе во время этого астрономического события сможет каждый. Главное смотреть не под ноги, а наоборот. В одном из супермаркетов Черноморска женщина приобрела мясо. А как оказалось, дома было оно не первой свежести. Но вместо того, чтобы спокойно обменять товар, сотрудник магазина предлагал разобраться по-другому. Таким образом, фраза «отбить мясо» в Черноморске обрела совсем другой смысл. А у нас совсем те еще новости. В старом одесском дворике повесили роскошную люстру. Очень красиво, но придется теперь внимательно следить, чтобы бал здесь устраивали только жильцы двора. И то не по Булгакову. Владельцев одесских нахолстроево штрафовали на 70 тысяч гривен. С одной стороны штраф, а с другой стороны самая дешевая недвижимость в городе. В одном из торговых центров города в качестве эксперимента два дня подряд играли уличные музыканты. Эксперимент вроде как всем пришелся по душе. Такой вот своеобразный крок-дозирок. Глядишь, через год и до стадионов дорастут. Первая игра черноморца в новом сезоне УПЛ запомнилась не только победой, но и острумным баннером фанатов. Может, кот еще и удачный сезон наколдует? В центре города полицейские задержали мужчину из Луцка, который занимался раскладкой закладок. При себе у него нашли 43 свертка с наркотиками. Конечно же, приезжать в Одессу не с пустыми руками – это хорошо. Но не с таким же количеством вредных свертков. Вы смотрели те еще новости на Медиаинформ. Телефон нашей редакции 737-70-16. Сообщайте и звоните. Также вы можете посмотреть наши сюжеты и программы на нашей странице Facebook. Спасибо, что были с нами. Хорошего вам настроения и приятных новостей. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»